Белкоопсоюз продолжает заготовки сельхозпродукции и сырья. Львиная доля закупки у населения свыше 60% в общем обороте. Приобретают картофель, овощи, ягоды и другие культуры. Урожай яблок также ожидается хороший. У народа планируется закупить порядка 40 тысяч тонн. 40% отправят на переработку на предприятия по требкооперации. В Бобруйском горисполкоме подвели итоги за первое полугодие. По результатам работы за январь-июнь в городе выполнено большинство доведенных ключевых показателей и заданий. Выросла средняя зарплата – 1714 рублей. В экономику инвестировано более 177 миллионов. Обеспечена прибыльная работа реального сектора экономики – более 66 миллионов. Сократилось количество убыточных организаций. 7 августа в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискателей смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируются группы по переквалификации населения. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» в самом разгаре. Бобруйские специалисты продолжают хорошую традицию проводить в детских лагерях интересные и познавательные праздники безопасности. Ребятам рассказывают, что делать при пожаре, как правильно позвонить в службу спасения, а также учат правилам поведения в лесу и как вместе со взрослыми безопасно охладиться у водоема. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 26 июля включительно по адресу улица Ленина 1, кабинеты 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.